Здравствуйте, уважаемые посетители! Видеоканал GameInOnline рад поздравить всех специалистов по ядерному обеспечению России с профессиональным праздником. Ну и естественно, мы представляем вам очередной выпуск видеоигровых новостей. Сегодня мы расскажем о судьбе симулятора охоты на динозавров, о сумасшествии фанатов Apple, о будущем дополнении к Watch Dogs и многом другом. Надеемся, вам понравится. Как сообщается на официальном сайте Ubisoft, в будущем дополнении Watch Dogs, которое было анонсировано вчера, место официального героя займет хакер Забияка и пьяница Ти Боун, а не любимый всеми социопат Эйден Пирс. Как сообщают сами французские разработчики, Ти Боуна взяли на главную роль именно потому, что данный персонаж лучше всех вписывался в уготовленный сюжет. Новая DLC для Watch Dogs называется Bad Blood. Дополнение будет включать в себя 10 новых миссий и несколько новых режимов. Все владельцы сезонного абонемента получат данное обновление 23 сентября совершенно бесплатно. Всем остальным придется ждать до 30 сентября. К слову, именно Ти Боуна называли одним из наиболее вероятных кандидатов на полноценное продолжение второй части «Сторожевых псов». Впрочем, никаких официальных анонсов или неофициальных информационных утечек на данный момент пока что не поступало. А это значит, что всем, кто жаждет поскорее сыграть во вторую часть данного хакер-экшена, можно расслабиться и просто довольствоваться ожиданием очередного дополнения. На прошлой неделе в сеть попала информация о новом развлечении американских подростков, которые натравливали спецназ на популярных стримеров. Особый цимис заключается в том, чтобы стримера положили мордой в пол прямо в процессе осуществляемого им летсплея. Судя по всему, в ближайшее время количество желающих шутить подобным образом радикально поубавится. Дело было так. Некий американский Павел Хорнер, поклонник сетевых игр, был нещадно, неоднократно и с особым цинизмом много раз убит неким гражданином под ником Battlefield 4. В какую игру играли молодые люди, остается невыясненным. Но дело в том, что мистер Хорнер, видимо владеющий определенными хакерскими навыками, провернул классическую операцию вычисления по IP обидчика. Выяснив его адрес, он, недолго думая, позвонил в полицию и сообщил, что он уже убил четверых людей и захватил заложников. Дескать, приезжайте на переговоры по такому-то адресу. Американский спецназ, как ему и положено, вломился в дом и, как сообщает пресса, критически ранил отца этого самого Battlefield 4. Дальше дело развивалось стремительно. Мозгов, чтобы обезопасить анонимность звонка, у Хорнера не хватило. Поэтому его тут же повязали представители правопорядка. В суде представитель обвинения шил дело по федеральному закону о терроризме. Шил, шил, да так удачно пришил, что 15-летнего Павлика Хорнера приговорили к 25 годам лишения свободы. Сам же судья заметил, что в реальном мире кнопка RESET отсутствует. Об этом нужно помнить всем. Поэтому, если кому-то интересно, почему у них там на Западе порядок, а у нас нет, то данная история наглядно иллюстрирует всю причину возникновения порядка в современных демократических государствах. Ну, а мистеру Хорнеру, который проходил по местной картотеке как дерзкий, неуступчивый и агрессивный молодой человек, теперь придется на четверть века позабыть о видеоиграх. Armored Warfare, условно-бесплатный MMO-экшен от всемирно известной компании Obsidian, на этой неделе полноценно явил себя миру. Не так давно на выставке E3 уже была анонсирована подробная презентация этого конкурента World of Tanks, однако ничего, окромя пафосного рекламного ролика, публике не было представлено. И вот разработчики таки решились на показ самого интересного, а именно игрового процесса. В Obsidian продемонстрировали 20 минут геймплея Armored Warfare. После демонстрации наверняка у руководства Wargaming неприятно заныло под ложечкой, поскольку представленная игра очень и очень напоминала классический и всеми любимый мир танков, за тем лишь исключением, что в Armored Warfare гораздо более совершенная графика и современный сеттинг. Впрочем, как заверили сами разработчики, они ни в коем случае не видят себя в статусе конкурента в Wargaming, ибо у их детища будет отдельный путь, равно как и геймплей, который во многих случаях в корне отличается от того, к чему привыкли все отечественные танкоманы. О дате выхода игры пока что ничего неизвестно. Всех любителей динозавров вчера постигло несчастье. Мало того, что почти все динозавры вымерли, так еще и из программы раннего доступа в Steam был удален симулятор охоты на этих древних обитателей нашей планеты. Игра называлась The Stomping Land. По факту это довольно необычный сетевой экшен, где игрокам предлагается побыть в шкуре древних людей, вооруженных каменными топорами, луками и копьями. Главное, чем предлагалось заниматься, охотиться на динозавров. Пусть вас не смущает тот факт, что человек разумный зародился не раньше 200 тысяч лет назад, а динозавры бегали по нашей планете несколько миллионов лет назад. Те, кто помнят классический кинофильм типа «Миллион лет до нашей эры», наверняка с удовольствием поиграли бы в данную игру. Напомним, что проект The Stomping Land прошел испытание на Kickstarter, где хотел собрать 20 тысяч долларов, а собрал по факту почти 115 тысяч. В каталоге раннего доступа Steam игра появилась еще в мае, однако что-то издохло в датском королевстве, и компания-разработчик SuperCrit перестала выпускать обновления для игры, перестала отвечать на письма и вообще сделала вид, что все умерли и никого нет дома. Самое простое, что можно придумать, примитивное мошенничество. Денег собрали, а игру до ума не довели, решил по-тихому спетлять. Однако мы продолжим следить за ситуацией. Несмотря на все скандалы, которые окружают компанию Apple, несмотря на ненадежность их облачного яблохранилища, яблофаны не уступают поражать мир своей верностью советам Джобса. Уже сейчас у главного офиса App Store в Нью-Йорке потихоньку начинает формироваться очередь из тех, кто хотел бы быть в первых рядах обладателей новых iPhone 6. Поистине нет предела человеческому чудачеству. Также стоит отметить, что 9 сентября яблочники грозят соорганизовать презентацию, в процессе которой они покажут этот самый новый iPhone. Ожидается, что он будет выпущен в новых двух вариантах с экранами 4.7 и 5.5 дюйма. Уже точно можно сказать, что шестое поколение iPhone придется по душе простому русскому человеку, которому новый iPhone на 5.5 дюйма с успехом может заменить, скажем, ту же снегоуборочную лопату. Что касается очереди у App Store, то наиболее яркие представители эры потребления приходят занимать очередь с палатками, термосами и прочей походной атрибутикой. При этом, если кто-то думает, что в Apple платят таким волонтерам, чтобы они изображали из себя эдаких преданных зомби-сектантам, это не так. В мире действительно очень много людей, которые согласны простоять по 2 недели до 19 сентября, чтобы в числе первых получить новый iPhone 6. А теперь перейдем к другим игровым новостям дня. В Bendy Namco назвали дату релиза гоночного симулятора Project Cars в Великобритании. Это 21 ноября. Дата выхода в других регионах пока что не уточняется, но вероятно, что в Европе игра выйдет приблизительно в те же сроки. А вот ожидаемый многими экшен LEGO Jurassic World выйдет в следующем году. Вероятно, игра будет приурочена к кинопремьере продолжения парка Южного периода. В самой компании LEGO пока что сохраняет молчание на этот счет. Ну а на Kickstarter на днях появился отечественный проект Pathologic, более известный публике как More Utopia. Ожидается, что игра будет классическим ремейком первой части. До конца акции осталось 32 дня. В финале разработчики планируют собрать 250 тысяч долларов. На данный момент уже собрано 5 тысяч. А на сегодня позвольте откланяться. Если вам понравилось, то делитесь видео, оставляйте лайки и пишите комментарии. С вами был видеоканал GameInOnline.